Привет, дорогие друзья! Вы на канале GadgetMoney. Это очередная распаковочка интересной посылочки от производителя. И сегодня мы с вами посмотрим на новинку от компании Fly. Итак, мы начинаем. Поехали! Дорогие друзья, совсем быстренько распакуем, посмотрим. Производитель прислал смартфон. Очень быстро всё это дело приезжает с Москвы. Вот такой вот. Вообще у них действует... Ссылочка будет в описании на сайт. У них действует бесплатная доставка по всей России. Причём, скорее всего, она будет курьерская. И также вам аккуратно всё это дело привезут буквально за день-пять. Итак, открываем и смотрим. Здесь у нас должен быть совсем-совсем последний смартфон от компании Fly. Cirrus 4. Чем примечательны данный смартфон? Сразу скажу о технических характеристиках. Это четырёхъядерный процессор. Всего лишь 1 гигабайт оперативной памяти. Но самое главное – это его внешний вид. Давайте откроем и посмотрим, из чего же он сделан. Сделан он по технологии 2.5D. Очень модная нынче технология. Что у нас есть в комплекте? Дисплей. Дисплей сделан по технологии 2.5D. Есть вот такие вот комплектные наушнички. В принципе, она же гарнитура на первое время пойдёт. Есть у нас сразу зарядное устройство с силой тока. Скорее всего, 1 А. Да, можете посмотреть. И стандартный USB кабель. Конечно же, у нас присутствует мануальчик в виде гарантийных обязательств. Конечно же, на территории Российской Федерации, на территории СНГ будет распространяться 1 год гарантии. И скрепочка для извлечения лотка для сим-карточек, которых здесь, кстати, 2. Скрепочка очень хорошо, что смартфон неразборной. Соответственно, его состояние будет более монолитным. И сразу же в руках давайте я вам расскажу, как он, в принципе, смотрится. С виду вот такой вот брусочек. Действительно, применена технология 2.5D. Здесь стекло, здесь стекло. Производитель не указывает, что это Gorilla Glass. Скорее всего, Dragon Trail. То есть, более дешевая технология. Потому что данный смартфон, на секундочку, стоит 7500 рублей, если его заказывать прямо сейчас. Итак, друзья, смартфон у нас включился. Давайте пробежимся по его внешнему виду. Спереди, как я ранее говорил, уже применена технология 2.5D. 5-дюймовый дисплей. HD-разрешение 1280 на 720. Снизу у нас присутствуют навигационные клавиши. На мой взгляд, это достаточно хорошее решение. Единственный минус, они без подсветки. Сверху над дисплеем у нас присутствует передняя камера, решёточка под динамикой и, как я понимаю, вспышка. На правой грани у нас присутствует клавиша регулировки громкости, она сдвоенная, клавиша включения-выключения. На левой грани у нас присутствует слот под сим-карты. Давайте его откроем и посмотрим. Мне кажется, здесь комбинированный слот. Единственное, каким образом он выполнен. А выполнен он вот так вот. То есть, с сэндвичем сюда вставляются сим-карты. И, соответственно, меньше места занимают в корпусе устройств. То есть, можно было бы, в принципе, сделать аккумулятор побольше. На задней части устройства у нас 8-мегапиксельная камера. Она чуть-чуть выпирает из корпуса. Цветодиодная вспышка. Логотип компании Fly. Снизу решёточки под динамикой микрофон. Сверху, как мне кажется лишним, присутствует сверху у нас micro-USB разъёма для синхронизации и зарядки данного устройства. И, конечно же, 3,5-миллиметровый разъём под наушники. Всё, по внешнему виду пробежались. Давайте уже включим и посмотрим, как он быстродействует. Первое включение. Присутствуют предустановленные приложения от партнёров компании Fly. Это в том числе Яндекс, навигаторы. Всё это вы, наверное, сможете удалить с помощью каких-то сторонних программ. Но они здесь есть, и это хорошо. Конечно же, предустановлен русский язык, плеймаркет из коробки. И самое главное, что в этой новинке, это свежая версия Android. Уже, в принципе, не свежая. Вышел Android 7.0. Но данный смартфон поставляется с Android 6.0. И производитель гарантирует целый рабочий день работы данного смартфона. Как бы это ни звучало масломасляным. Но вы сможете разговаривать с помощью сотовой связи и выходить в интернет в течение одного рабочего дня. Единственным минусом, который сразу можно найти из коробки, это, конечно же, отсутствие LTE-сетей. Только 3G, Wi-Fi, Bluetooth. Всё здесь присутствует. GPS без проблем будет ловить. Вот такой вот внешний вид. По оболочке предустановлен свой лаунчер. Немножко видоизменённый Google Start. Потому что здесь уже есть сортировка по играм, по общению, по фото и по настройкам. Телефон, допустим, вы сможете настроить категории. Медиа, рядом, социальные. Всё очень просто. Вы заходите в меню и, к примеру, вы заходите в социальные. Сюда можете добавить какие-то иконки приложений. К примеру, там ВКонтакте или Инстаграма и так далее. По настроечкам. Давайте пробежимся очень-очень быстренько. По дисплею максимальную яркость я вам показал. Адаптивная регулировка есть. Автономный режим. Две минуты ставим. Чтобы у нас всё это дело не гасло сразу. По звуку настраиваем. Достаточно такой, знаете, средненький у нас динамик. Вибрация присутствует. Сколько же нам доступно памяти? Доступно нам из коробки 4.37. Всего внутренней памяти 8 гигабайт. И я думаю, что это всё возможно расширить с помощью комбинированного слота под сим-карты и карту памяти. Так, 8-мегапиксельная камера. И давайте посмотрим, как она фотографирует. То есть, это первое знакомство с устройством. Здесь всё банально просто. Здесь у нас возможность съёмки HDR. В принципе, камера более чем тянет на 8 мегапикселей. Давайте сразу же посмотрим снимок. Давайте я вам включу, покажу, что здесь Android 6.0. Ну, по оболочке вы и так, в принципе, смогли увидеть. Кому бы я порекомендовал данный смартфон? Данный смартфон я бы порекомендовал, скорее всего, конечно же, тем людям, которые не хотят заморачиваться, вообще разбираться, что такое заказывать в Китае. Они хотят прийти просто в магазин, который находится по соседству, в любую официальный ритейл, и сказать, я хочу Fly, новиночку, Cirrus 4, стоит 7500 рублей. И за эти деньги вы получаете, в принципе, внешний вид устройства более чем достойный. Одна из последних операционных систем Android 6.0. Неплохая 8-мегапиксельная камера, которая способна делать более-менее вменяемые снимки. Ну и, в принципе, на этом, наверное, всё. Распаковку данного аппарата считаю завершённым. Если вам понравилось это видео и вы посчитали его полезным, обязательно поставьте палец вверх, подпишитесь на канал, дабы не пропустить новинки осенью 2016 года вместе с нами. Вам большое спасибо, всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!